Всем привет! Сегодня у меня будет небольшое видео, посвященное реставрации рентген-метра DP4. В принципе, ничего особо интересного я не покажу, но я всё равно решил отснять это видео, потому что DP4 прибор очень редкий и роликов о нём очень мало. Как вы наверняка знаете, у меня уже есть один DP4, обзор которого я уже делал. Кому интересно и кто ещё не видел, посмотрите на канале, ссылку я оставлю. И вот не так давно я купил ещё один экземпляр DP4 в сломанном виде с целью реставрации. К сожалению, он снова продавался без футляра, только сам прибор. Проблемы у него следующие. Разбито стекло смотрового окошка. Крышка батарейного отсека имеет спиленные грани и облезлую краску. А резиновой прокладки нет. Обрезаны провода батарейного отсека. Нет винта с обратной стороны батарейного отсека. Отсутствует контрольный источник. Сбита калибровка нулевого положения стрелки. Других видимых проблем пока не нашёл. Но в целом состояние очень хорошее. Прибор явно хранился в сухом месте. И я на 99% уверен, что он исправен. Корпус цел, дефектов не имеет. Под вопросом у меня только работоспособность счётчиков C24G и C25G. План действий следующий. Сначала я починю этот рентгенметр. Затем мы сравним два прибора. И постараемся найти отличия. И в конце покажу вам интересное руководство по эксплуатации DP4. Начать я планирую с замены стёклышка. Пока провода не установлены, сделать это будет проще. Стекло приклеено на герметик. Он довольно пластичный. Но как его отклеить, я не знаю. Попробую для начала нагреть обычным феном. Шансов немного, но может быть что-то получится. Феном прогрел, но герметик не особо поддаётся. Хороший герметик, ничего его не берёт. Попробую отклеить с помощью димексида. Димексид тоже не особо помог. Приходится всё-таки вырезать лезвием. Очень качественный был советский герметик. Но я его снял с помощью фена и скальпеля. Вот, вроде бы всё получилось. Размеры стекла 35 на 72 миллиметра. Я его вырезал из стекла, из фоторамки. Вот такое получилось стёклышко. Теперь его нужно вклеить. Я это сделаю также с помощью герметика, чтобы всё было по канону. Субтитры создавал DimaTorzok Излишки герметика попозже удалю. И вот такой получился результат. Всё замечательно приклеилось. Лишний герметик я уже счистил. Привинчу недостающий винт. Винтик маленького размера я еле нашёл. И то не совсем подходящий по резьбе. Также я сделал с жестью вот такую скупку, которая должна стоять в данном месте. Она замыкает минусовой провод батарейки на корпус потенциометра регулировки питания. Теперь можно восстановить провода. Они немного отличаются по оттенку, так что перепутать не получится. Субтитры подогнал «Симон» Готово. Давайте я сразу отрегулирую положение стрелки. У этого микроамперметра корректор немного непривычный, не под отвертку. Металлическими предметами сюда лучше не лазить. Я воспользуюсь зубочисткой. Все, стрелку отрегулировал. Сейчас я установлю батарейку и проверим работоспособность. Включаем прибор. Слышно, что заработал блокинг-генератор. Устанавливаю стрелку в режимный сектор. Отлично. Схема рабочая. Нужно теперь проверить счётчики. Переключаюсь под диапазон 200. Беру контрольный источник. Тут мы видим, что счётчик C25G исправен. Теперь проверяем под диапазон 5. Счётчик C24G также исправен. Это замечательно, потому что счётчики очень редкие. Найти их сложно. Даже аналоги. Давайте ещё раз посмотрим на них поближе. Счётчик C25G имеет длину 52 мм и диаметр около 8 мм. Работает в токовом режиме на под диапазоне до 200 рентген в час. И регистрирует жёсткое гамма-излучение. Этот образец выпущен в 1964 году московским электроламповым заводом. Второй счётчик C24G имеет длину 84 мм и диаметр 8 мм. Работает также в токовом режиме и предназначен для регистрации жёсткой гаммы до 5 рентген в час. Катод имеет форму трубки, а анод в спирали. Выпущен в 1962 году также заводом MELS. Пока счётчики сняты, я установлю контрольный источник. Это вот дозиметр DP5A. Он, скорее всего, слабее, чем нужно, но другого у меня нет. Вроде бы даже работает. Стрелка немного отклоняется. Идём дальше. У меня есть ещё одна крышка батарейного отсека, которую мне изготовили в прошлый раз для первого прибора. Напомню, что первый DP4 мне достался без крышки. И по фото и примерным размерам я сделал чертёж, на основе которого токарь выточил деталь. Вот теперь мы можем сравнить самодельную крышку с оригинальной. Моя крышка чуть выше и не имеет центрального утолщения. Но зато у неё более удобная накатка. Я, наверное, в итоге установлю свою крышку. Но оригинальную выбрасывать, конечно же, не буду. Её я тоже отреставрирую. Сначала удалю старую краску. Затем отшлифую поверхность наждачной бумагой. Ну и покрашу молотковой эмалью. Вот такая получилась крышка после реставрации. Отправлю её на хранение. Пружину установлю в новую крышку. Резиновое кольцо я напечатал на принтере. Собственно, на этом реставрация закончена. Рентген-метр отремонтирован. Давайте теперь немного сравним приборы друг с другом. Материал корпуса одинаковый. Лицевые панели почти одинаковые. Но немного отличается толщина боков. С задней и с нижней сторон отличий нет. Но у первого DP4 слегка заметна круглая деталь отливки вокруг крепёжной втулки. На боковой панели самое заметное отличие – это разные ручки переключателя режимов. В остальном я бы сказал, что разницы нет. Ещё я заметил, что на всех DP4 по центру боковой панели есть такой явный круг из волокнита с отличающейся структурой. То есть волокнит сюда был добавлен уже после отливки. Для чего и почему – непонятно. Но сразу скажу, что это не было сквозное отверстие. Так как внутри ничего подобного нет. А по размеру и расположению он соответствует форме резьбовой втулки крепления. Внутри со стороны микроамперметра я никаких отличий не нашёл. Однако обнаружил довольно интересную вещь. Вот это мой первый DP4. Его номер 4686. И в нём стоит микроамперметр, произведённый в июле 1964 года. А это второй прибор с более ранним номером 3906. Однако в нём стоит головка от ноября 1964 года. Возможно, микроамперметр меняли. Но явных признаков этого я не вижу. С обратной стороны рентгенметры абсолютно идентичны. Даже ножки у транзисторов одинаково закручены. Теперь предлагаю познакомиться с руководством от DP4. Это описание и технический формуляр в единой книжечке. Она маленькая, но толстенькая. Здесь более 120 страниц. Это руководство от какого-то другого прибора, которого у меня нет. Я купил её отдельно. Руководство начинается с описания назначения прибора и его технических данных. Далее идёт пояснение схемы работы и конструкции рентгенметра. После этого инструкции по работе с прибором. Заканчивается возможными неисправностями и характеристиками отдельных радиодеталей. Потом начинается технический формуляр. Есть печать УТК завода. Однако, что это за завод? Сведений нет. Есть данные о консервации прибора. Это 27 марта 1965 года. Имеются также данные о поверке. Последняя поверка была 29 июля 1969 года. И вот интересная страничка для служебных заметок. Запись номер 1. 19 октября 1970 года. В отсеке питания оставлен элемент. От длительного хранения элемент разложился. Под действием окислителя окислилась резьба у крышки отсека. Отвернуть крышку отсека не смогли. Предлагаем ознакомиться с правилами хранения приборов, батарей и элементов. И выполнять их. И стоит печать лаборатории гражданской обороны Белорусской ССР. К сожалению, из-за оставленных батареек пострадало очень много ДП-4. Запись номер 2. Проверка градуировки не производилась по вышеуказанной причине. И в конце нас ждут очень интересные изображения прибора. Это самые настоящие фотографии на фотобумаге. То есть их отпечатали, вырезали и вклеили в формуляр. Ну и наконец-то здесь мы видим принципиальную схему ДП-4. Она в чем-то похожа на схему ДП-63. И еще здесь имеется большая монтажная схема. Вот такая интересная книжечка. Мне кажется, что она еще более редкая, чем сам рентгенметр ДП-4. Итак, друзья, видео действительно получилось очень небольшое и не очень интересное. Но главное, что ДП-4 отремонтирован и теперь полностью исправен. Спасибо всем, кто досмотрел. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok